Еще весной этого года популярный 95-й бензин стоил 48-49 рублей, сейчас 53. Также цены выросли и на 98-й, и на 92-й, и на диз-топлива. Автолюбители жалуются, скоро вся зарплата будет уходить на горючее. Виктор Головенко говорит, после открытия железнодорожного сообщения Крыма и Севастополя с материком и падения стоимости нефти ожидал понижения цены. А она, наоборот, стала быстрее расти. Правда, на рост обращают внимание не все. Работники заправочных станций говорят, что негодующих по поводу повышения цен на топливо автолюбителей все же больше. Некоторые готовы даже массовые пикеты устраивать. В Севастополе две крупные сети автозаправочных станций – ТЭС и АТАН. Представители обеих говорят, что повышают цены не по своей воле. Закупочная цена у оптовиков слишком высокая. Вот как прокомментировали ситуацию в руководстве ТЭС. Рост цен на топливо в Крыму и, в частности, на автозаправках ТЭС связан с ростом цены на нефтепродукты на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже, на которой компания ТЭС делает закупки. Со 2 марта по сегодняшний день на бирже средний общий процент роста цены на И-95 составляет 23,5 процента. На АЗС ТЭС за это же время цена на 95-й выросла только на 9,12 процента. Исходя из вышеперечисленных данных, видно, что рост стоимости топлива для клиентов максимально сдерживается руководством компании ТЭС. Мы также обеспокоены сложившейся ситуацией на рынке нефтепродуктов в России. Антимонопольная служба возбудила дело против одной из сетей автозаправочных станций из-за повышения цен на бензин. Мы проехались по разным станциям различных фирм. И, как выяснилось, цены синхронно повысились везде. Проводятся ли проверки по остальным компаниям-автозаправщикам, неизвестно. Хотя цены на топливо у некоторых даже выше. Ясно лишь то, что к ТЭС могут применить санкции, точнее штрафы многомиллионные. Алексей Дмитриев, Александр Тарасенко. Новости Севастополя.